Клубная жизнь Клубная жизнь Клубная жизнь Ведь, как известно, этот хоккеист, хотя и довольно активен в социальных сетях, но голосует за живое общение Это важно и для нас, и, в принципе, такую мы пользу делаем для болельщиков, для популяризации хоккея, для пацанов, которые... Вот мы ездили в Сарль-Тамак, ездили в Туймазы и здесь на арене проводили То есть для молодых пацанов это очень важно, где-то с нами там поиграть, где-то что-то послушать, где-то что-то мы там подскажем Поэтому и, так скажем, когда Салават приезжает в другой город какой-то, вот и много приходит болельщиков, много зрителей Многие там и росписи сфотографироваться и с нами там обняться, с нами покататься То есть это, в принципе, в общем и целом это очень полезно, информативно и круто вообще, что такое мероприятие устроили Я бы тоже хотел в детстве, чтобы ко мне кто-то... Хотя нет, мы в детстве ездили в Америку и там в 90-каком-то году И я там с Месьером тогда еще, Грецкий, Ягар, Леха, Ковалев, там они еще играли Это было очень круто, конечно, это незабываемо на всю жизнь, я до сих пор это помню Молодежная команда московского «Динамо» впервые в своей истории вышла в финал Кубка Харламова Попутно установив уникальное достижение – ни одного поражения в плей-офф Ну и наша неподражаемая Даша Миронова оказалась в нужное время в нужном месте, чтобы запечатлеть в истории радость парней Спасибо, злодеи Акбарс так хотел забить во второй игре, что пошел на маленькую хитрость Прямо во время матча провернули отвлекающий маневр Правда, особых успехов он не принес Дмитрий Воронков из казанской команды умеет проводить выходные В первой же игре финала конференции сделал 6 хитов, а по итогам двух матчей с авангардом – итого 11 До идущего на первом месте по количеству силовых плей-офф Клима Костина еще далеко, но Воронков будет очень стараться Кстати, хорош Воронков не только в силовой борьбе При нем и прыжковая техника, и футбольные навыки, и даже немного магии Пятка, парашют, гол Главное, что эта шайба оказалась для Акбарса победной Ястреб Ритбуши установил рекорд КХЛ по длительности результативной серии в плей-офф Он набирает очки 17 матчей подряд До него такой удавалось только Александру Радулова Но тот прервал свою серию уже в регулярке следующего сезона Дома и стены помогают, а точнее лед В Москве армейцы с Невы падают на родном месте, а соперник, разумеется, этим пользуется Максим Гончаров из авангарда два месяца не играл в КХЛ Поэтому в первых сменах главное не ошибиться и побыстрее на скамейку Иногда даже слишком быстро Сам Гончаров отреагировал на произошедшее с улыбкой, а после матча даже пошутил Рубрика «Перелазим через заборы» с Максимом Гончаровым Московский «Спартак» опубликовал на своем канале материал о том, как клуб готовится к проведению традиционных ретро-матчей Большой подготовки, большое кино За полной версией рекомендуем вам отправиться в социальные сети клуба А небольшой тизер блокбастера прямо сейчас Будет вот такая вот тематика у нас Сегодня я с чувством глубочайшего удовлетворения могу объявить Что в текущем социалистическом соревновании среди хоккейного клуба страны Уверенно побеждает московский «Спартак» Был у нас в роли Леонида Ильича Это прямо вот мурашки по коже до сих пор идут Что ты как будто реально говоришь с вождем народа Попадает? Еще, еще, выворачивайся Я с другом, который нарисовал, что им выбрали От девушки, называется Ясмина Зовут Ясмина Здесь все есть, что надо в ретро-матче Просто логотипы «Спартака», логотипы просто на эти две игры, которые есть в ретро-матче Мишка, который талисмандул, очень красивый здесь Еще маленький детал, который я сейчас вижу здесь Один за всех и все за одного Это очень круто Связываемся с музеями, с коллекционерами И, соответственно, получается интересная история И снова Акбай Который разыграл своих хоккеистов 1 апреля Сделав пранк-презентацию несуществующего нового логотипа команды Показал игрокам и внимательно следил за их реакцией Наша вот эта эмблемка немножко устарела морально Делаем ребрендинг Мы обратились в голландское агентство, которое там рисовали Ювентусу эмблему Они сделали логотип нам Как тебе? Нравится? Дай лайкать Это утвердили? Нет, смотри, это утвердили Просто руководство попросило еще у ребят мнение узнать Who made that? You? No Вот эта форма такого цвета будет? Да, ну типа олдскул и шрифт такой Все прикольно Пора поменять, честно Ну логотип, да, форма будет такого же образца Вот такого же образца? Да Деньги вернут? Деньги вернут? Нет? В смысле, вам не нравится что-то? Это вообще больше Для детской команды Да, детская, нормально Типа, знаешь, сколько красиво Что-то такое Понял Спасибо, Сань Все Можешь улыбнуться, вот там камера, значит Это мы снимаем первоапрельский розыгрыш В нефтехимике новшество В клубе произошла смена талисмана После 9 лет работы каучонок перешел в помощники А его должность занял волк Видимо, это все из-за неудовлетворительных результатов в талисмании В клубе рассчитывали на победу В Нижнем Новгороде тоже хотели провести громкий талисманный трансфер В торпеду должен был отправиться маскот Филадельфии Флайерс Грити Но переход не состоялся Трансферное окно закрылось 1 апреля Кстати, в день шуток хоккейный клуб Северсталь вспомнил времена, когда в команде феерил Вадим Шипачев В Череповце решили напомнить своему бывшему игроку о том славном времени И о том, что карьера в кино для Шипачева Только вопрос его свободного времени Ну как грибочки? А в женской хоккейной лиге по пятницам всегда танцы По крайней мере в Торнадо В Торпедо подбирают состав не только главной команды На следующий сезон пополнится новыми лицами и группа поддержки Кастинг был серьезный, конкурс на место значительный, а эмоции триумфаторов яркими Очень люблю хоккей, смотрю всегда с папой И на коньках катаюсь хорошо, могу кататься на одной ноге, но только не умею тормозить Ну вообще папа у меня, это привело любовь к хоккею Мы с ним смотрим каждый матч всегда В Наргорном мы находимся с ним Стараемся попадать на все матчи Поэтому вообще не было других вариантов Сразу торпедой точно Потому что хоккей это вообще любовь А у нас на этом все До встречи на следующей неделе Пока